салютенцы и дорогие друзья с вами лурлимур и добро пожаловать на ностальгический летсплей по игре mass effect ностальгический для вас и не ностальгический для меня потому что я в эту игру не играл ну я имею ввиду вообще не играл я лишь сделал небольшое изучение этой игры перед тем как записывать чтобы знать каков геймплей и вот сейчас мы будем играть то почему я не играл в эту игру вообще это долгая история довольно возможно я вам как-нибудь поведаю но я надеюсь тем людям которые вот фанатеют от этой игры будет интересно посмотреть вспомнить как они проходили первый mass effect давать советы писать комментарии в общем это все реально круто давайте начнем начнем с создание нашего персонажа ну что ж совершенно секретно создаем персонажа и так далее короче подключаемся к базе данных альянса номер семь как команда номер семь у какаши даже не буду говорить кто такой какаши безопасное соединение установлена бла 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 короче я бы я уже сразу буду делать другого персонажа мне этот чувак не нравится его лицо мне не нравится такое ощущение что он вчера работал каменщиком где-то в карьере а не является солдатом поэтому я создам в первый раз истории женского персонажа да я не создавал раньше персонажа женского пола и поэтому я сделаю ксюшу шепард шучу шучу давайте ее сделаем какой-нибудь блин самое сложное выбор женского имени как же мы тебя назовем как же как же да давайте сделаем ксения шепард это будет забавно да думаю да ксения шепард ну ничего так ксюшка ксюша ксюша кто ж ты ксюша так отправка и дошифровка бла 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 мы не будем так много изменений вносить ее внешность так как там не сказал бы что много всего какая-то ошибка восстановление данных восстановим профиль сделать сделаем ее с китайцем потому что колонист и землянин это все очень печальные истории пускай она будет не с печальной в общем герой войны безжалостный это наша предыстория грубо говоря уцелевшие это такая я не знаю что случилось я просто выжил герой войны это мы какой-то там скажем подвиг совершили и поэтому наградили короче признание войсках альянса безжалостно это типа жесткое такое решение мы какое-то принятие именно поэтому приказа выполняет выполняла приказа любой ценой но я хотел бы героя войны выбрать такая герой и вот тут самое сложное в выборе класса я с одной стороны очень хотел бы выбрать адепта потому что мне нравится вот эти силовые атаки как звездных войнах сила проводником силы с другой стороны мне нравится быть инженером вообще я бы разведчика выбрал потому что владение снайперскими винтовками это но блин эта игра такая командная поэтому я выберу все-таки адепта не знаю короче может быть да давайте выберем адепта потому что сила джедайская так внешность мы чуть-чуть изменим чуть-чуть изменим строение лица голова так посмотрим размер лица размер ушей это все нормально рот мне не нравится рот мне форма рта у нас тут такая так по моему у нас вот эта форма и эта форма по моему она одинаковая везде губы утиные а здесь еще хуже что ж пускай будет так тут особо ничего и не поменяешь ширину рта может нет не надо так когда то то самое ощущение когда что-то меняешь и только хуже становится так часами мы тут не будем заниматься всем этим цвет кожи я сделаю максимально светлые как у себя и все короче шрамик пускай будет у нее над бровей все-таки баба бывалая а волосы опускай остается рыженькой хотя я бы сделал ее блондинкой ну не знаю пускай будет рыжий все-таки блондинка это все подтверждаем такая джедай баба скиталец адепт в общем крутая вся себя до подтвердить так уровень сложности бой нормальные автор распределения только отряда точность прицеливания средние использование умения отрядом включено субтитры автосохранения да да все включено поехали поехали и она я надеюсь что буду успевать читать все если нет то изменяйте очень быстро идут субтитры и так что за шепард родилась в космосе большую часть жизни провела на космических станциях военная косточка ее родители оба служили в бкс она хорошо показала себя во время блица сдерживала наземные лица силы противника до подхода подтверждения если бы не она и люди элизиум палмы и отвага вниз мне всякого сомнения человечеству нужен герой а лучше шепард нас никого нет я приму решение это я читать не буду слишком быстро слишком много так короче кратко перескажу они открыли варп благодаря технологиям древних протарианцев короче протомассы протоинопланетян короче благодаря технологиям инопланетян обнаруженным мы научились варповаться если так грубо очень объяснить и так наш курабель вот наш капитан подходим к ретранслятору на артур раем начало истории мы подключились идет расчет транзитной массы и направления ретранслятор в режиме выходим на всем постам приготовиться к переходу готовность номер один начинаем заход фигасия яркая контакт с третранслятором через три два один офигеть малая тяга норма навигация норма внутренние тепловые коллекторы задействованы все системы работают дрейф в пределах 1500 1500 это хорошо ваш капитан будет доволен ненавижу этого типа найлас сделал вам комплимент и вы его за это ненавидите если ты вышел из сортира и при этом не забыл застегнуть комбез это хорошо а я только что совершил прыжок через всю галактику и попал в цель не больше солнечной головки и это уже потрясно к тому же спектра это не к добру мне не нравится что он на борту считайте меня параноиком вы параноик совет совет помог профинансировать проект у них есть право проверить на что пошли их инвестиции да официально все именно так но только идиот верит в официальной версии блин мне этот чувак не нравится вы все преувеличиваете я выбираю этот вариант вы всегда ожидаете худшего плохие предчувствия профессиональная болезнь если мы куда-то летим тому есть причина так в чем же причина здесь чокер доложите обстановку только что прошли через транслятор капитан стелс система запущена на вид все спокойно хорошо найдите коммуникационный буй и подключитесь к сети я хочу чтобы начальство получило наш доклад до того как мы достигнем иден прайм слушаюсь капитан советую застегнуть все пуговки в вашу сторону движется наверх он уже здесь лейтенант передайте капитану шепард мы с ней встретимся для инструктажа в радиорубке слушали капитан хе-хе не нравится мне этот чувак вы довели капитана до бешенства я теперь за это буду расплачиваться на меня прошу не сваливать у капитана всегда плохое настроение только когда говорит с вами джокер хе-хе-хе не нравится мне этот чувак в кип короче у нас тут темно к сожалению на этом корабле я даже не знаю почему темно как в одном месте у негра нажмите о для того чтобы собственно говоря понять что здесь происходит обучение всему этому развитие персонажа все это я буду на досуге читать разбираться в этом всем так как я не особо играл в эту игру так личное дело это все хорошо это нам уже известно 2069 год база армстронг в кратере шеклтона становится первым поселением землян на луне официальная церемония состоялась открытие 24 июля ровно через сто лет после первой высадки на луну хорошо интересно интересно так здесь тоже что ли фигурирует гелий 3 подождите 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 так что у нас тут а да эльферт эшлан демонстрирует способ извлечения гелия 3 из атмосферы сатурна а сатурна так понятно понятно у нас тут типа вся хронология того что случилось за это время пипец ясно надо будет это все прочитать потому что это интересно знать о лоре этой вселенной что здесь происходило но прикол в том что блин кто-то думал что 2020 году будут летать машины в городах но как бы у нас наука медленно двигается ладно короче пойдемте разберемся со всем что здесь происходит походу будем дальше разбираться кто такой что поздравляю капитан похоже все прошло гладко вы идете к капитану андерсону а я слышала как вы спорили похоже вы не доверяете нашему гостю турианцу простите капитан просто мы с адамсом перебросились пары слов и ничего такого не имели в виду но нельзя не признать что что то в этом есть в этом задании странного вся команда это чувствует что вы имеете в виду думаете руководство альянса что-то скрывает если мы должны просто испытать стелс систему тогда почему командует капитан андерсон да еще и этот найлас спектры элитные агенты сверхсекретные зачем посылать спектра причем спектра турианца на подобный полет тут что то не складывается разузнаем так стелс система что вам известно о стелс системах я только знаю что она скрывает нас от сканеров и датчиков передавая технология нормандия единственный корабль с двигателем прототипом но почему и наш ну почему наш бля да да короче дешевле было бы короче невыгодно и очень странно я не успел прочитать извиняюсь так вы ошибаетесь в полном составе экипажа есть смысл если что то пойдет не так нам пригодится лишние руки а спектр здесь просто в качестве наблюдателя может быть вы и правы капитан но я не могу избавиться от ощущения что мы здесь под ложным предлогом я разберусь короче со всем как и прочим попробую что-нибудь вытянуть удачи капитан тебе не хворать кем мы еще здесь можем поговорить все какие-то лысые эти двое точно лысые надо им на расческу собирать донаты доната на расческу не сейчас уже как-нибудь потом стримить эту игру я не очень-то хочу так о чем вы тут двое говорите вообще как вы думаете капитан мы ведь на иден прайм идем недолго пробудим мне руки чешутся я искренне надеюсь что вы шутите капрал ваши настоящие дела обычно кончаются тем что мне приходится во штопать в лазарете так доктор прав лишь дурак ищет драки капрал а простите капитан но я скоро помру от ожидания в первый раз у меня такое задание и спектр на борту все будет хорошо блин относитесь к этому совсем прежним своим заданием короче как как обычному вам легко говорить вы то себя показали во время блица для меня это большой шанс я должен показать начальству на что я способен что у меня стальные шары так будьте осторожны короче вы молодец капрал у вас впереди еще долгая карьера не наделайте глупости чтобы ее не испортить не волнуйтесь мэм я не напортачу ладно досвидос меня ждет капитан как бы с вами тут говорить хорошо конечно да но надо спешить посмотрим чего этот турианец хочет так поговорим с ним хорошо что вы пришли первый у нас будет возможность поговорить привет привет без щеки парень где капитан андерсон он уже идет вот он а нет меня интересует та планета куда мы летим Иден Прайм я слышал она довольно красивая ну я не знаю вообще там никогда не бывало но вы о ней знаете для вашего народа Иден Прайм имеет символическое значение так? доказательство того что человечество способно не только создавать колонии но и защищать их но так ли там безопасно? к чему это вы? если вы хотите что-то сказать говорите прямо ваш вид еще новичок шепард галактика может быть очень опасным местом действительно ли альянс готов к этому? думаю пришло время рассказать капитану что на самом деле происходит это задание не просто пробный полет это очевидно нам нужно незаметно забрать кое-что с Иден Прайм вот почему нам нужны запущенные стелс системы а что нужно вывезти оттуда? какой будет груз? в ходе раскопок на Иден Прайм ученые нашли какой-то маяк видимо протеанский протеанский я думала что протеане исчезли 50 лет назад но осталось их наследство ретрансляторы цитадель двигателей наших кораблей все это основано на протеанских технологиях дело слишком важное шепард в последний раз подобное открытие дало человеческий технологический толчок на 200 лет вперед но и на Иден Прайм нет возможности работать с такими предметами чтобы как следует изучить маяк нам нужно вывести его в цитадель очевидно капитан что в интересах это интересах не одного только человечества открытие повлияет на все расы в пространстве совета вы обеспокоены? ожидаете проблем? я всегда ожидаю проблем это еще не все шепард Найлус здесь не только из-за маяка он также хочет оценить вас почему? что происходит капитан? альянс уже давно добивается этого человечество хочет играть более важную роль в межзвездной политике мы желаем оказывать большое влияние на совет цитадели спектр представляет власть и авторитет совета если они примут в свои ряды человек это продемонстрирует сколь много смог добиться альянс во время блица вы в одиночку сдерживали натиск противника вы проявили не только отвагу но и большое мастерство вот почему я выдвинул вашу кандидатуру на место спектра а почему меня? мне не сказали что я буду спектром блин в каком-то вашем евросоюзе так вы выдвинули мою кандидатуру как хорошо хорошо ладно не буду много вопросов задавать просто скажите мне что делать мне нужно самому видеть на что вы способны капитаны идентрайм будет первым из ваших первым из нескольких заданий вы будете руководить командой наземных бойцов заберете маяк и быстро доставите его на корабль найлус пойдет с вами и будет наблюдать за ходом миссии давайте что-нибудь разузнаем про маяк почему этот маяк так важен? вся современная цивилизация в голосе ну мы это поняли извиняюсь так как мы это можем пропустить короче понятно мы должны а в кого еще руки может попасть маяк? как кто? оптический траверс не самый стабильный сектор пространства цитадели извиняюсь они могут решить что протеанский маяк достаточная причина чтобы рискнуть напасть на корабль альянса к тому же идентрайм находится на самом краю системы термина я так понимаю что там какие-то пираты или что-то в этом роде могут напасть приказывайте капитан мы уже на подходе капитан у нас проблема что случилось джокер? сэр сообщение с идентрайм лучше сами посмотрите выводи на экран ложись ух 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 у нас напали несем тяжелые потери повторяю тяжелые потери мы не можем эвакуация она свалилась ниоткуда нам ух ух все плохо там короче все очень плохо что это за летающая лапка после этого все обрывается сигнала нет словно все умерли вообще тихо перемотай останови на 38.5 что это такое чья то лапка доложите обстановку 17 минут полет нормальный капитан других кораблей альянса нету там вперед джокер быстро и тихо задача только что сильно осложнилась небольшая ударная группа может выдвинуться быстро не привлекая внимание это наш шанс забрать маяк собирайтесь встречаемся в грузовом трюме передайте оленко и дженкинсу чтобы все были готовы ксюш ты тоже собирайся как бы уже пора выдвигаться включая стелс системы я гляну кое-что тут не хил кое-кто тут не хило поработал капитан ваш отряд мускульная сила операции капитан входите прорываетесь прямо к месту раз кубок что делать с выжившими а помощь выжившим второстепенная задача главная ваша цель это моя заходим на точку 1 Найлус вы идете с нами я один точнее один я двигаюсь быстрее Найлус пойдет вперед для разведки он будет сообщать вам о ситуации в остальном прошу соблюдать тишину в эфире может на наш положить теперь миссия зависит от вас шепард удачи заходим на точку 2 итак у нас отряд все было бы хорошо если бы не было так темно знаете пахнет дерьмом дымом и смертью наверное им тоже здесь пахнет так у нас пистолетик что у нас из вооружения вот наш отряд дженкинс движение а нет а мы можем командовать так секунду ух ты мы можем давать эти так а ты обороняй а я пожалуй буду стрелять что это такое наносит урон всем противникам и объектам находящимся поблизости и снижает их сопротивляемость урон ух ты офигенно давайте мы перетащим эти умения сюда этому я уже как бы научился бросок так что за бросок позволяет осуществлять броски противников предметов используя эффект полиэффекта массы круто круто лечить я так понимаю мы не можем так вот ну че будем управлять эх ты ж не взорвался блин держи пульку в лобик нажмите Q чтобы убрать оружие че мы будем здесь делать здесь ничего идемте дальше было бы все хорошо если бы не было так темно темна темнотущая гнетущая темнота че у нас тут открыть интерфейс первой помощи берем панацелин можем хилить надеюсь так куда нам дальше идти все темно что то я не очень хорошо все вижу так я понял куда надо идти а быстрее она бежать может и да выбрал я женского персонажа потому что мне не очень приятно смотреть на колышущиеся задней части этого мужика как бы здесь у нас все от третьего вида да поэтому че у нас еще есть засранец так хорошо ща мы будем колдовать способности новые ох ты черт что здесь произошло пока еще то даже не видел всего что здесь произошло чувак опа фильмец губастая женщина получилась ну да ладно о графике ты еще восьмомом года дженкински нет ой 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 а враги там это короче вот вам щина здесь конечно такая себе вы получили уровень после получения уровня нажмите у чтобы открыть меню отряда и улучшить навыки вашего отряда посмотрим что мы можем сделать о мы можем и здесь а у него 0 очков а у меня целых 6 стандартная броня давайте улучшим броню немножко на два очка бросок деформация тут крутая штука давайте вкачаем барьер усиливает кинетические вот эту штуку тоже да будем усиливать а вот тут пока мы у нас не хватило короче все нормально все нормально тебе мне в общем-то и нечего добавлять наверное тут автор распределение идет чё с тобой пацан вставай быстро пробил его защиту у него не было ни единого шанса он заслужил достойных похорон мы проследим чтобы его похоронили со всеми почестями когда завершим миссию а сейчас не отвлекайтесь слушаюсь мы до своих мотивы не бросаем все такое фигурку не хорошая мне нравится пока все хорошо это типа такие да ботики которым мы стрелять учимся в начале так сила сила у ее нажмите f чтобы использовать первую помощь панацелин я чё-то поторопился да наверное взять все так у меня какая-то способность появилась и ее пора бы тоже перетащить на панель вот так надо делать спасибо чувак счет цели спереди шпаник и вот вот так вот мы не пострадаем у нас теперь есть что-то вроде щита ухты ты кто белый комбез и чё вы с ним делаете взвращенцы оставьте его не надо так ему же будет больно нельзя так без накал посадили чё армия ивана грозного что ли пора тебе показать кто здесь главный получая силы на башке мне надо быть поаккуратнее потому что я так вижу мы так при использовании навыка помощь тратится один панацелин панацелин можно получить от поврежденных врагов и так далее ты кто такая вообще сержант эшли уильямс взвод 212 вы здесь главный мем с вами все в порядке вы ранены уильямс несколько царапин ожогов ничего серьезного остальным повезло меньше о боже мы патрулировали периметр когда началась эта атака мы попытались послать сигнал бедствия но они отрезали нам всю связь с тех пор я постоянно сражаюсь за свою жизнь что случилось с вашим отрядом мы пытались вернуться к маяку но попали в засаду я не думаю что остальные кажется в живых осталось только я не вините себя это не ваша вина уильямс вы ничего не могли сделать чтобы спасти их там и мы удержали удерживали позицию до последнего но гетов было намного больше гетов не видели за пределами вуали уже почти 200 лет что они здесь делают наверное им нужен был мы вместо раскопок закрыта она находится за тем холмом наверное он все еще там я забираю тебя в команду ты мне понравилось пошли с нами так точно мем пришло время расплаты пашли текст найденные предметы бронебойные под и патроны пистолет страйкер взять все эти снаряжение позволяет так экран снаряжение вот это круто давайте мы улучшим штурмовая винтовка пистолеты мы в основном стреляем пистолетиками огонь до перегрева точность урон зато большой не не буду это брать давайте посмотрим так страйкер вот внешне мы не можем нормально разглядеть пистолет потому что да и надо ли типа урона больше так давайте оденем бронебойные патроны будет усовершенствование короче я думаю так будет норм что у нас тут остального нет ладно продолжаем продолжаем бой а на тебя можно повесить что-нибудь например бронебойных патронов у тебя нет короче все плохо у тебя так может у тебя что то есть тебя тоже ничего нет в общем я только себя по ходу тут могу кастомизировать пока что легкая броня человек скорпион мне средняя броня годится точно посмотрим так защита от физического урона щиты и защита от тех но и а давайте все-таки оденем эту штуку да и выглядит она в нем очень даже ничего так знаете нам надо вот сюда а нажать левый control чтобы присесть или так да сдохнет уже а этот мой то я блин чемпион к чемпионка а тут еще один говорили с их тел еще можно что-то собирать да что у нас тут давайте осмотрим это место раскопок маяк был здесь наверное его куда-то перенесли кто наши или гетты сложно сказать может быть мы будем узнать больше когда проверим следовательский лагерь выживший есть как вы думаете кому-нибудь удалось спастись если только им повезло может они спрятались в лагере он находится вон на той горе за уступом хорошо хорошо давайте проверим контейнер ухты ж дробовички взять все интересно давайте посмотрим кому чем можем дать дать так дробовик ну дробовиком я не особо стреляю так лезвие а лезвие то круче даже будет переместить установленные улучшение до скай будет у нас лезвие кеслер мы переработаем в недель да тебя тоже в недель до скай будет все новенькое и это тоже в недель кстати а тебе мы можем дать новую броню нет у них уже все есть у себя так у недель до кайда на какие у него кстати возможностям чем он стреляет ему дробовичок поменять дать ему давай дадим ему хороший дробовик всем пускай стреляет хорошим дробовиком а тебе дадим вот этот дробовик все все хорошо всем все раздали всем все выбрали теперь идемте на следующую точку и так подозреваю она здесь армия в 6 для быстрого сохранения так точно идемте и дальше 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 чё тут старше похоже лагерь сильно пострадал удобное место для засады смотрите в оба да лагерь пострадал это еще не то слово всех на тропа садись что все сделали с ними али повсюду киборги это силу моя на них не особо действует раздохнет оружие даже перегрелось так водите перед моей силой и ты тоже погиб так стопы 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 может выбрать какой-нибудь дробовик потому что говорят от зомбарей говорят от зомбарей дробовички хороши еще похилиться не забыть периметр очищен чё ты скажешь мне так сказали в обучалке что я могу услышать ваши комментарии которые мне нафиг не нужны ну по крайней мере сейчас что у нас тут легкая бобра снайперская винтовка вот взять все сейчас рассмотрим все это вооружение у недель давайте я вам дам вооружение так так понятно понятно мы поняли ты у нас владеешь пистолетиками да ксения шепард а ты у нас владеешь броском перегрузкой и саботажем перегрев оружие то у нас штурмовик я так понимаю да так я владеешь владею броском деформацией так понятно что значит сбор в общем я не понял что такое сбор но они пользуются так ты эшли будешь пользоваться вот этой штукой я не знаю у нее есть опыт на это давайте посмотрим все таки и очень хотел бы мины средняя броня защита от физического урона так вот такая себе броня на самом деле то что у меня есть броню турианцы и одеть не смогу само собой так нет это броня не лучше явно так где же ваши истории ваше умение не штурмовая винтовка скорее всего она штурмовик кайда на как бы тоже штурмовая винтовка только вот какая специализация это про броню нужно про чувака ну да ладно 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 пофиг с этим время еще терять хотя стопа стопа эшли ты будешь стрелять снайперской винтовкой молот вот так вот лучшие патроны лучших патронов пока нет но по крайней мере в общем это попал к себе умеет делать близко подходить нельзя так это наши способности я их просто смотрел если чё ладно нам надо взломать вот эту штуку так ручное отключение давать блин опять игр 90-х что же мне тут делать то блин нас мало времени это на время блин не успел еще одна попытка я думаю что я это смогу сделать все таки как-никак не маленькая же я болин чуть-чуть до самого конца ай все говорят с третьей попытки должно получаться да вот так все проще чем кажется люди хвала создателю быстро закройте дверь пока они не вернулись какой-то безопасность не волнуйтесь мы вас защитим спасибо думаю теперь все будет нормально похоже больше никого не осталось вы доктор ворон вы были главой на раскопках вы знаете что случились случилось маяком сегодня утром его перевезли в космопорт мы с мануэлем остались здесь чтобы помочь свежнуть лагерь когда началась атака пехотинцы сдерживали их чтобы мы смогли спрятаться они отдали своей жизни чтобы спасти но никто не спас все время людей закончилось скоро здесь останутся только руины трупы так давайте узнаем что еще может рассказать про нападение все случилось быстро мы собирали оборудование через несколько секунд уже прятали здание и геттер искали по всему лагерю агенты разрушителей предвестники тьмы и глашатой нашего исчезновения мы слышали что снаружи идет бой выстрелили крики я думаю мы никогда это не закончится короче а потом все неожиданно стихло мы продолжали сидеть здесь не могли шевелиться от страха потом пришли вы так мне интересно про маяк можете рассказать мне про этот маяк это какой-то модуль данных с галактической коммуникационной сети и на удивление хорошо сохранившиеся это может быть величайшим открытием для нашего нашего времени удивительные новые технологии революционные медицинские открытия кто знает какие секреты скрываются внутри мы освободили сердце зла разбудили звери выпустили на свободу тьму мануэль пожалуйста сейчас не время а что случилось вашим помощником мануэль блестящий ученый но он всегда был немного странным гений безумие две стороны одной медали видеть будущее это безумие видеть что нас всех ждет гибель понимать что спасения нет надежды нет я не сошел с ума едет единственный кто не сошел с ума после нападения я дала ему двойную дозу лекарства я могу заставить его заболтеть спокойной ночи мануэль вы не заткнете мне рот мой голос должен быть услышан капитан вам не кажется что это слишком не может так просто бить людей по голове не все будет в порядке это небольшая шишка думаю вы правы к тому моменту когда он придет себя лекарство уже подействует с видос отлично вырубили параноика знаете иногда удар по башке это очень хороший способ брать паническую атаку иногда это работает короче идем дальше текст у нас дальше а вот и найлус без щеки и парень он увидел другого без щекового парня найлус это мое задание саран что ты здесь делаешь совет решил что тебе не помешает помощь я не ожидал встретить здесь гетто в ситуация очень сложная не волнуйся у меня все под контролем мне сказали что надо перевыбрать короче оружие отряда так мне нужен пистолет она только пистолетом умеет нормально пользоваться да потому что прицел есть тут остальных прицелы нет видимо это не наша специальность получи 5 очко получил у нас тут и гости есть получи силы опа эй хилимся вторая способность мне как-то понравилась больше ухты сундучок средняя броня турьянец штурмовая винтовка банши я думаю что вот штурмовую винтовку банши как раз таки и стоит дать пошли штурмовая винтовка банши да от нее больше будет вот так вот вы стреляете даже не вижу в кого стрелять опа вот кого все был турьянец нет турьянца как мне отсюда слезть скажите пожалуйста табли ты прыгать не умеешь да неужели я застрял кто-нибудь помогите нет нет черт беда печаль лур опять застрял меня по моему в профессия прям застревать каких-то картах по фух выбрался все проклятие исчезло майлус блин майлус убили я думаю что он не был виноват это турьянец вы его знаете инспектор он был с нами на что-то движется вон за теми ящиками стойте не надо стреляйте я такой же как вы я человек да блин нужно быть осторожнее из-за того что ты здесь прятался тебя чуть не убили я извините я прятался от этих существ меня зовут пауэлл я видел что здесь случилось этим турьянцем его убил другой турьянец значит ты хочешь сказать что найлус убил турьянец тот другой и пришел сюда первым он ждал пока появится ваш друг ваш друг назвал его сароном думаю они были знакомы ваш друг расслабился потерял бледительность и саран убил его выстрелила ему в спину мне повезло что он не заметил меня а что с маяком нам рассказали что в космопорт привезли протеянский маяк что с ним случилось он на другой платформе может и направился туда может туда и направился саран он запрыгнул на грузовой поезд короче после того как убил вашего друга я знал что от этого маяка одни неприятности с тех пор как мы его нашли все пошло наперекосяк сначала появился этот корабль носитель потом нападение они убили всех если бы я не спрятался меня бы тоже убили где ты тебя не нашли как получилось это единственный остался живых почему никто больше не пытался спрятаться за ящиками они просто не успели я уже был там когда началась атака подожди минуту ты спрятался за ящиками еще до начала атаки я иногда во время смены и меня тянет вздремнуть я прячусь тут начальство не умеет тебе удалось выжить потому что ты лентяй если бы ты не решил поспать ты бы был бы сейчас мертвым и как и все остальные да да наверное я не хочу об этом думать садитесь на грузовой поезд тот же самый что и сделал тот турианис точнее сел я не могу здесь оставаться короче для это все дерьмо не для меня сказал он и ушел офигенно и чё здесь еще есть папа давайте за баррикады я думал бой будет но не таким быстро или что-то не могу применять свои способности короче я вас размажу то какое можущее оружие вот что мой вот тебе сдох да сдох похилим ся засранец лишь какой говорят с тел тоже что-то можно подбирать на 4 не особо вижу так у нас опять стреляют по ходу офигеть с такого расстояния если ты не попадаешь даже не знаю что тебе сказать кайдон сдох так бросок а мертвый кайдон применил способность замечательно так что же нам делать-то пускай кайдон позовет так интересно могу ли я стрелять снайперской винтовкой а у меня никакого прицела нету так наверное вот вот этот вот огромный круг это и есть прицел от снайперской винтовки да я вообще не вижу куда я стреляю нет это не для меня может быть здесь нет здесь тоже все плохо так дробовик в данной ситуации вообще не уместен давайте попробуем чипоникнуть броском только джедайская сила а чё ты можешь сделать так давай отлично а ты этот вселение щита делай так а я пойду вперед анзай так мина могу ли я бросить гранату могу да я кажется не туда бросил как нее бросить еще раз вот так все отлично так опасно вот тебе знаете как-то странно здесь устроен бой либо я в нем не разобрался да что ты стоишь под открытым огнем дура ладно один готов все приходится делать самому применит уже этот грёбаный бросок а ты этот давай а а здесь все тупые вокруг собрались пока я не выйду они не будут так что у нас тут было а а я мог это взорвать царянчик не заметил усталость это мы сделаем пару бросков мужу встаем 1 хельтесь кто как может нас ожидает впереди еще так шняга вся мы туда дойдем там быть веселуха установите заряды уничтожьте всю колонию никто не должен узнать что мы были здесь вот это урод тут ты в рот чего ник офигеть маяк кажется решил его хочу мекать и слуги твои уродливые хотя бы за баррикадами спрятались пока сюда ехали так давайте быстро обезвредим бомбочки день готов а будет перестрелка так сначала надо добежать потом с ними уже стреляться все равно я отсюда их не достану так как не попахилиться повреждает щит вызывает перегрев оружия блин сколько у тебя способностей а кайден мне такие способности прилив адренализа может мне все таки апнуть себя то я могу себя а то и доступно умение электроника вы видите сиамский близнец нас теперь кайден хорошо что-то кайден у нас везде влезает но не суть короче давайте усилим барьер потому что полезная способность деформацию тоже способности адепта вот это короче усиление щита круто а еще что-то можем давайте просу делаем такого универсал ух ты чё это вселение щита все ну теперь есть новые а белка еще и щиты ставят вы на них посмотрите а ей всё ёшки чё мы можем сделать я что-то сделала я не знаю что я сделала о боже так меня сейчас грохнут если я кто-нибудь меня похильте я понял что вот так вот тебе было этого мало до умри так главное обезвредить бомбы скажешь еще три минуты есть фига си щитом ставят так как же мне похилиться то ладно мне нет выбора надо бежать и обезвреживать что-то судя по флажку эта штука здесь где-то давайте 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 все готово видимо мне надо не в одиночку боевать как я привык это делать а реально больше командовать кем-то что так будет правильнее что ли так самому теперь не врываться командовать только ими что у нас тут штурмовая винтовка средняя броня человек живучий тяжелая броня человек телохранитель не вредит взять это все так посмотрим здесь все можем ли мы на тебя что-то одеть так нет с этим потом столетик короче все эти штуки не для нее как мне управлять другим персонажем вообще можно это сделать так нет и а и и и и только могу поставить щит таких так ладно кайдан применяя свои способности все что так должна быть здесь еще одна установка которую мы должны обезвредить по идее так ручное отключение чего там ручное отключение все с первого раза так ой-ёй-ёй-ёй кажется мы запоздали 50 секунд а мне осталось обезвредить еще одну штуку надеюсь она здесь беги и черт она не здесь она на той стороне ё-моё блин все вы облажались он 2 вам придется этот нелегко этой жизни так я не успею это точно не успею потому что там надо было просто дальше добежать я думал просто что зарядка где-то здесь оказалось там еще дальше сейчас будем переигрывать скорее всего не хорошо вышло миссия провалена продолжить с последнего сохранения конечно первый готов так нам по-хорошему надо поспешить добежать вот сюда вот давай-давай быстро-быстро опа офигеть что это было какими-то зарядами явно не повезло нам ну так давай-давай-давай способность быстро перезаряжайся тут так нехило можно отхватить так давай применяй бросок применяй все подряд чувак что там еще ты это применяй x все 1 1 пуля 1 такой куда-то туда стрелять 1 а сдохни вот так вот под тыковки конечно мое состояние оставляет желать лучшего ну чё поделать теперь следующее прошлый раз я ошибся оказывается у нас здесь еще есть заряд вот он отлично так у нас еще есть заряд и судя по всему не здесь где-то там а нет он здесь здесь именно все так мы справились с основным заданием теперь надо не умереть сейчас здесь будет сложно ай сейчас нам будет этих жмуров так давай применяю все свои способности я их тоже буду применять и вставайте я чуть не сдохну е-мое да нас нагибают не полечиться нечем сдохни все что ли офигеть все так тут что то есть у не инструмент дешифровка вот с этим я в прошлый раз справился но сейчас тоже взять все отлично все мы все сделали вот он наш маяк давайте быстро подойдем и позапа взаимодействуем с ним тикс нормандия маяк безопасности это висхитительно действующая протеанская технология невероятно он так себя не вел когда мы пришли наверное что то его активе распоняли нормандия ждем ну блин вот олух все против сопротивляюся силу великого сауру ну вот маяк испортили ну вот маяк испортили и вот на этом дорогие дорогие друзья наш летсплей подходит к концу ставьте ваши лайки и если вам понравилось это ностальгический летсплей по масс эффекту если это видео зайдет я продолжу снимать мы установили что за корабль приземлился на Иден Прайм это нормандия судья альянса систем под командованием капитана Андерсона им удалось спасти колонию а маяк кажется им воспользоваться один из людей короче он будет злиться в общем до следующей серии дорогие друзья с вами был Димур до скорых встреч и этого человека надо уничтожить вот так оно все и закончится пока пока так 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 это Продолжение следует...